А сегодня, в этот раз, приехал я в Икшкеле, небольшой городок в Огорском районе, 28 километров от Риги. Видите, тут центр Лаукумс написано, центральная площадь, Икшкеле, виду, школа, средняя школа и много цветов. Понятно, что здесь сделано недавно, так вот даже на табличке обозначено, что в 2020 году они тут благоустроили. С этими для плоховидящих, слабовидящих. Что мы тут видим? Видим большую велопарковку. Вообще, это Икшкеле очень такое знаменитое для Латвии место. Почему? Вы позже узнаете, досмотрев мой репортаж хотя бы до середины. И вот площадь с часами и фонтанчиком. Такие фонтанчики, чуть побольше фонтанчик в Паневежесе. Вот моя видеозаметочка в Паневежесе была недавно. Кто не видел, посмотрите, как там благоустроено. Ну вот, людей тут нету, тишина. Но зато вот так вот симпатично все. И здесь же рядом с площадью, вот откуда я пришел, летняя эстрада. Эстрада такой амфитеатр, довольно крупная для небольшого местечка Икшкеля. Население тут меньше 8 тысяч. Но летних эстрад вообще в Латвии много. Кстати, если пройти вот сюда, сразу открывается вид такой зеленый, благодатный. Где много пространства. Эти стоят вот частные домики небольшие. Много зелени. Сейчас мы пойдем к реке смотреть старейшую каменную церковь вообще всей Латвии. Основанную еще до основания Риги епископом Альбертом. Ну и если я сниму в сторону дороги, туда мы не пойдем гулять. Но именно там такой вот центр более городской. С пятиэтажками, магазинами. Видите, вот эта трасса. И мы будем на той стороне, где частный сектор, зелень и деревня. И немного частного сектора из окна автомобиля. Посмотрите, как тут живут люди, как выглядят дороги, тротуары. И вот мы едем к тому заветному месту. К первой, к развалинам первой каменной церкви. Вообще Икшкель или по-старо-немецки Укшкуль переводится как первое село. Считается, что именно здесь в конце 12 века прибыл епископ Мейнард. И построил тут замок и первую каменную церковь. В общем-то, одно из первых вот таких поселений Латвии немецких. Рядные домики. Продолжаем ехать. И вот мы уже тут немного вперед. И мы уже добрались, видите, рядышком совсем. Тут стоянки, гостевые дома различные. И пляжи там дальше уже пойдут. И в общем-то, мы уже на месте. Видите, здесь тоже есть где припарковаться. Велодорожки. Так что потихоньку останавливаемся и продолжаем наше путешествие. Вот оно, знаковое место Латвии. Информационный стенд перед вами. Само сооружение. Видите? Мы к нему сегодня дойдем, чтобы посмотреть вблизи. Вот оно красивое. Его не всегда можно посмотреть. Только когда забор воды делают, и там освобождается путь. Остров Святого Мейнарда. Их шельская средневековая церковь и замок. Видите? С 1180 года монах ордена августинцев начал проповедовать римско-католическую землю. То есть веру на ливонских землях. Вот. Ну и построено оно рядом с поселением Ливов. Это считается первое каменное вообще сооружение в Прибалтике. Во всех тут Балтийских землях. Вот оно зимой. Сам райончик, где мы остановились. Довольно-таки престижный частный сект. Памятный камень. Латыши любят памятные камни. Надпись, вот как это местечко называлось раньше на местных диалектах. Ну и вот дорога. Обычно, когда ГЭС, и тут Плявинская, или как ее там, Рижская, ГЭС работают, тут, в общем-то, все залито водой. Ну, когда они приостанавливают деятельность, там, на ремонт или какие-то другие работы, вот, можно пройти к этой церквушке. Сегодня рабочий день, поэтому народу нету. А вообще иногда тут прям по выходным так и паломничество устраивают. А там, зацените, плывет древняя ладья. Подождите, я ее немножко из виду потерял. Вот она, да. Вот я и на месте. Здесь много всяких пирамидок люди складывают. В этом есть какой-то смысл. Ну, уже вот крест и камень там, это современные. Сооружение было небольшое. Вот тут я внутри стою. Сохранился немного оригинальный камень. Он там поддерживается кирпичами. Вот арка. Ну, и тут островок, насколько известно, мне был насыпан, когда ГЭС строили. Знали, что подзатопит, чтобы можно, чтобы не сильно подзатопило, тут поднасыпали. Он, наверное, пониже стоял изначально. Ну, и на той стороне, вон, как люди живут. Ну, и здесь, видите, объявления, доска рекламная, что всего-то 5 евро с персоной, 30 минут, можно покататься на такой, этой самой. Ну, по домасам. Сейчас два компания уходу. А вот, что мы видим вокруг развалин. Там вдалеке, на воде, банька стоит. Вот она, красавица. Ну, видите, травка и все поросло, как болотца. Там дамба, защитная дамба, по которой гулять, на велосипедах можно ездить. Ну, и частный сектор. Такой богатый частный сектор. А мы все-таки на эту суденышку соизволили усесться, покататься за 5 евро. Ну, по нынешним временам это небольшая цена. Прокатиться там нас набралось небольшая компания, где-то человек 7. И мы поехали. Знаете, приятно. Давно не катался на подобных лодках, катерках. И так хорошо, с легким ветерком, слегка пасмурная погода. Кстати, тот владелец этого суденышка, лодки, сказал, что оно называется Дракарис. Это вам не какая-нибудь ладья. Ну, то есть, викинская лодка Дракарис. Хорошо, пусть будет так. Разве что с моторчиком. Современная. И слышите, еще этническая музыка играла. В общем, почти час поездки. Мне понравилось такое погружение немного в прошлое даже. Мимо пляжей мы проезжали, там люди купались, природой любовались. И еще на островах вот Аисты были видны. Или цапли, это же, скорее всего, цапли островные такие. Да. Ну и все, прибываем назад на место. Для более полного представления о месте я тут решил немножко пройтись по жилому району изнутри, чтобы посмотрели, как тут люди живут. Заборчики низенькие, прозрачные. В принципе, все видно, много зелени. Ну, есть и такие глуховатые заборы, но они по большей части зелени сделаны глухими, а не досками. Или, прости господи, какой-нибудь жестью. Смотрите, как там много зелени. Тут аккуратно держу камеру. Надеюсь, не сильно ее трясет. Вот. Тишина. Пройдусь вперед, еще там чуть-чуть засниму. Вот этот зеленый пригорок мне очень понравился. Да и можно домики разных эпох наблюдать. Советского времени, межвоенного. Как этот, скорее всего, современные, суперсовременные. О, какой сумах! Уксусное дерево или сумах. У меня, кстати, на участке тоже маленький есть, но пока что он без этих плодов, свечек. Из нее специю, кстати, делают. Вот, а тут, смотрите, всякая крыша из соломы. Это у моей прабабушки в деревне, в Украине, была такая хата с соломой, еще 19 века, наверное, постройки. Ну, или начало 20-го, еще царских времен такая. Вот тут улочки можно свернуть. Пойти туда, здесь вообще, видите, забора, по сути, нет. Тут вот из деревьев, из зелени оградка. Ну, какие дела. Узворосела, улица Победы. Дорога не везде, асфальт, есть и обычная гравийка. И хотя это не бедный частный сектор, общее ощущение такое все-таки деревенское, загородно-деревенское. Такая тишина, возвышенности. Немножко простора не хватает. Вот, если бы побольше было расстояния между домами, то настоящая деревня была бы. На этом все. Пишите, как ваши впечатления. Пожелания на будущее. И до новых встреч. Пожелания на будущее.